приветствую вас мои дорогие друзья уважаемые зрители уважаемые подписчики вы настроились на волну игрового канала делан game и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору протон бас симулятор многие меня просили снять видео об этом автобусе я не знаю личка уже моя просто разрывалась практически в каждом сообщении я читал сними пожалуйста обзор на масс 206 068 также я находил у нас комментариев под видео что вышел вот этот замечательный автобус вышел этот масс наконец-то у меня появилось немного свободного времени мне это время позволяет как раз таки сделать обзор для вас сегодня мы рассмотрим с вами вот это вот белорусского красавца перед нами полу низкопольный городской автобус среднего класса который выпускается минским автомобильным заводом масс данный автобус предназначен для эксплуатации для крупных городов ну либо на городских маршрутах со средним либо умеренно пониженным пассажиропотоком потому что автобус среднего класса не такой уж и большой но все-таки подходит вот для работы в городских условиях данный мод ребят можно найти в группе разработчиков flexers пбс ребята которые конвертируют вот эти вот модельки для игрового симулятора протон бас симулятор естественно ссылочки все будут оставлены в описании переходите на их группу следите за информацией скачивайте моды катайтесь тоже обозреваете их и находите что-то для себя интересным также у ребят есть и телеграм-канал все это вы можете найти в их группе группа очень аккуратная информация доступна понятно все перед глазами то есть только стоит зайти подписаться и все у вас будет перед глазами но ребята мы начинаем обозревать вот этот вот мод посмотрим что же ребята флексеры для нас подготовили преподнесли потому что идет небольшой колхоз идет тюнинг с этим замечательным автобусом я когда-то делал обзор на вот этот вот масс делая в гром симуляторе омси 2 ребят это было уже очень и очень давно по-моему даже там катался на карте лепая как раз таки но вот это мази а может и не на карте лепая но почему-то у меня этот масс ассоциируется с карты лепая именно вот в такой вот окраске я точно помню эта краска мне очень и очень нравится несколько видов окраска по моему 4 вида окраски идет в целом в принципе достаточно также есть ребята которые занимаются отдельно окрасками модов и тоже можете скачивать и дополнительные окрасочки для любых моделей ну а мы сейчас с вами разберемся чё там по тюнингам естественно первый режим это позволяет нам одеть колпаки на колеса вот такие вот симпатичные уже привычные для всех вот эти вот колпаки второе это у нас солнцезащитные шторки ламбрикены так третий режим сейчас будем смотреть разбираться а я смотрю тоже на лобовом стекле появляется дополнительно у нас с вами флажки по моему пятый режим это тоже колхоз на лобовом стекле шестого я вид что пахучка виде смайлика у нас появилась 7 это дополнительная табличка маршрута указателя я выбрал свой маршрут под номером 3s в принципе вот этот и я наверное уберу маршрута указатель а поставлю вот такой чтобы было четко ясно и понятно откуда и куда мы с вами едем так и последний режим по моему он добавляет у нас дополнительно поручни да вот все вижу все у нас с вами появляется ну собственно вот таким образом мы с вами перебрались в салон сидим на последнем ряду сиденьем сейчас я уберу подменю чтобы более детально можно было всем рассмотреть вот такие вот сиденья городского класса ребят напоминаю что это модель mass 206 068 данные автобусы комплектовались автоматической коробкой передач zf шестиступенчатый по моему автомат здесь стоит под крышкой моторного отсека здесь спрятан немецкий двигатель от компании daimler который отвечает экостандартном евро 4 но данная модель производилась начиная с 2007 года и вплоть до 2015 года вот данный модельный ряд этих автобусов выпускался также есть экземпляры 19 года там уже тоже немного видоизмененные коробки передач и самые первые выпуски по моему этих автобусов начали выпускаться в 2006 году и там ставился двигатель по моему белорусского производства ммз d245 это кстати был единственный экземпляр что же давайте пройдемся по салону посмотрим как здесь все реализовано по паспортным данным максимальная вместимость данного автобуса составляет 72 человека в зависимости от модификации в автобусе предусмотрено от 20 до 25 посадочных мест как видим имеется накопительная площадка в принципе также эту площадку можно использовать для перевозки людей с ограниченными возможностями так как видим что во второй двери у нас присутствует откидной пандус имеется кнопки для связи с водителем все находится под рукой все очень удобно расположенным как видим у вторая дверь уже имеет более широкий дверной проем и здесь реализованы двери планетарного типа двухстворчатый впереди у нас одностворчатая дверь пройдем дальше четырехрядное смотрю расположение пассажирских мест везде это дает больше посадочных мест но зато меньше людей и смогут ехать стоя кстати если у нас здесь дополнительная такая пасхалочка подсказка хотя здесь общее число пассажиров указано 110 человек хотя на заводе изготовители я вот смотрю сейчас данные перед своими глазами что указано 72 человека это номинальная вместимость а это номинально а вот максимально не указано скорее всего что максимально может быть и 110 человек поэтому в принципе очень и очень вместительный автобус и общее число посадочных мест именно в этом экземпляре 21 посадочное место но в принципе как я сказал заводом указано что число посадочных мест может варьироваться от 20 до 25 ну что ж переходим на рабочее место водителя на водители попадать на свое рабочее место вот через общую дверь здесь в принципе у него лишь только вот такая перегородка имеется за спиной а так доступ водитель вполне открытый больше никаких дополнительных дверей нет что надо было что-то открывать немножко наверно посадку я подрегулирую чтобы все-таки люблю когда у грудь был перед глазами приборы все перед глазами были бы так сейчас я посмотрю так это у нас не то вот 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 наклонись вот то что мне надо вот теперь полный порядок вот так мне уже нравится гораздо больше но что я могу сказать по салону довольно таки все очень неплохо также все очень комфортно и на рабочем месте водителям колхоза по минимуму всего хватает я не скажу что модель прям там чем-то перегружена зеркало зеркало левое заднего вида в принципе удобно перед глазами информативная я чувствую габариты автобуса и также четко вижу что у меня происходит сзади за автобусом я смотрю правое зеркало не очень хорошо мне видно так как висят солнцезащитные шторки попробуем также с вами закрыть двери но в принципе обзор правого зеркала стал чуть-чуть получше но информацию все-таки и считывать с него сложновато и кстати заметил вот мы сидели с вами на последнем ряду сиденьев там звук двигателя был довольно таки очень громкий тоже за рабочим местом водителя принципе тут уже ну слышны очертания но не так громко как вот на последнем ряду сиденья целом все под рукой минималистично я бы сказал бы но все необходимое под рукой автоматическая коробка передач две педали газ тормоз естественно ну что ж ребята будем отправляться по маршруту нашему сегодняшнего посмотрим насколько хороший автобус посмотрим на его характер на его поведение вот уже на городском маршруте так двери наверно закрыл снимемся с ручника индикатор гаснет поворотники я смотрю индикаторы на приборке тоже работают если мы выйдем с вами наружу то тоже полный порядок поворотники работают так свет все отлично противотуманки дальний ближний все у нас с вами работает переключаемся в режим драйв и отправляемся по нашему сегодняшнему маршруту но здесь немножко конечно посадку водителям изменил поэтому но левое зеркало тоже можно сказать на треть немножко она скрылась но все-таки информация мне видно я четко вижу что сзади происходит я вижу как из выхлопной трубы у меня валит черный дым скорее всего от экостандартов здесь уже ничего не осталось знаю наверно остановка это какая-то конечно здесь смотрю пассажиров даже нету я так знаете из вежливости остановился опять используем электронный указатель маршрута города минск маршрут 3s ds чижовка вокзал вот что еще забыл сделать таки нахожусь и на стандартной карте и здесь можно включить так фпс выключим а gps включим потому что можно подъехать к перекрестку и уже напортачить и заблудиться поэтому лучшее направление маршрута включать потому что на карте действует здесь несколько маршрутов по-моему три или четыре маршрута заблудиться можно включу левый сигнал поворота стал я прям по середине дороги надо поближе к стоп-линии подъехать слышно тоже русская речь на остановке остановите это вообще радует вообще такое знаете вдвойне приятное чувство когда едешь на отечественной технике и слышно еще знакомая речь это вполне очень очень приятно динамика довольно таки очень неплохая двигатель тянет неплохо тут скорее всего уже на пару с двигателем завывает и задний мост и первый косячок у нас вот что говорит о том что нужно соблюдать правила скоростного режима сейчас будем здесь разворачиваться конечно разворачиваюсь я со всеми нарушениями и по-моему это у нас получается разворот в ограничку в ограниченном пространстве включила заднюю передачу дополнительно появился у нас сигнал предупреждающий о том что осторожных и мой автобус едет назад ну с одной стороны неплохо что я чуть-чуть проехал дальше заодно проверили насколько у данного маза функционирует коробка передач задняя передача работает полный порядок кстати здесь тоже неплохо реализованы если первую дверь не открывать открывать только вторую во дверь пассажиры тоже будут заходить сейчас еду и думаю на какой же карте все-таки я тестировал вот этот автобус в игровом симуляторе омси 2 что-то мне подсказывает что это была карта лепая вот даже после того как залью вот это видео на youtube сам посмотрю на какой карте все-таки омси катался мне кажется что это лепая была карта отличное рулевое управление четко держит дорогу но и честно хочу вам сказать в игровом симуляторе протон бас симулятор управление довольно таки очень тоже удобно и лично она мне нравится приятным и звук тормозов есть и даже звук открытия и закрытия дверей слышно такое шипение вот только не слышно как створки брякают но возможно поскольку автобус новый возможно в этих мазах створки дверей не брякают обычно бывает знаете уже в ходе эксплуатации у автобусов там при открытии закрытия дверей появляются какие-то такие свои интересные звуки вот если даже вспомнить из детства взять там вот старые автобусы те же и карусы 280 лаз 695 вот вроде бы там двери были ширмой что и на и карусе 280 что на лазе но звук у каждого автобуса был свой закрытие открытие дверей даже в том же пазике 672 звук был свой отлично автобус преодолевает вот эти подъемы я бы сказал бы мощности двигателя здесь хватает просто за глаза вы слушаетесь вот в этот звук и насколько тихо за рулем вот совершенно сказал бы даже где-то в два раза вот уровень и шума двигателя за рабочим местом водителя он тишь автомобиль меня пропустит или нет надо двери еще закрыть с открытыми дверями здесь точно не уедешь слушайте как-то трафика очень много очень плотненько но 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 ну ребята ну пропустите я понимаю что я не в черте города но хотя бы имейте уважение к общественному транспорту я все-таки в жизни тоже стараюсь вижу насколько тяжело водителям автобусов вот особенно когда маршруты проходят через какие-то вот спальные микрорайоны когда заставлено много автомобилей и если я вижу что но автобусу нужно выехать на встречную полосу то есть на мою я пропущу лучше остановлюсь моргну фарами но дам автобус проехать потому что ну понимаю что водитель придерживается расписания находится на работе я лично пару минут могу и подождать и в принципе вот если вежливо поступаете вы потом вежливо относится и к вам зачастую у меня бывают ситуации где надо мне быстрее проехать и я уже вижу уважение других водителей которые пропускают меня конечно попадаются и на дорогах без этого тоже никак есть и такие водители которые наперед лезут лишь бы подрезать автобус лишь бы втиснуться лишь бы там не тащиться сзади за ним бывает и такое конечно попадается но все-таки все-таки надо быть на дорогах более взаимовежливыми у нас здесь смотрю светофор красный наконец-то зеленый загорелся не знаю успеем проскочить перекресток или нет маршрут наш идет пока прямо зачастую так понимаю что здесь трафик показывает сигналы поворота из-за того что меняется немного направления поэтому трафик включает вот сигналы поворота скорее всего что так ну не знаю такими сигналами лично они меня вводят в заблуждение очень хорошие на вот этой карте эффектив дорф очень хорошие карманы вот этот масс если взять он небольшой мне кажется в эти карманы их можно три маза подряд поставить вот таких 206 068 принципе даже два автобуса с гармошкой сюда могут спокойно встать я смотрю уже такая небольшая пробочка то у нас образовывается машин все больше и больше и возможно у нас сейчас час пик люди скорее всего уже с работы едут спешат к себе домой да к сожалению в правое зеркало конечно не знаю на половину можно сказать закрыта ну подъехать к остановке посмотреть там как заходит выходят пассажиры может можно что-то увидеть будет зеркало салона у меня отключено в принципе в настройках это ребят все можно включить можно вообще отключить и зеркала заднего вида ну скорее всего можно в аварию попасть скорее всего что пассажиры начали жаловаться спидометр откалиброван здесь правильно он показывает адекватную скорость потому что у меня стрелка было больше 60 километров в час и пассажиры начали возмущаться сейчас посмотрим вот в зеркало да к сожалению конечно и с открытой дверью вообще обзора в правое зеркало практически никакого что там у нас по перевозке пассажиров 94 процента пассажиров довольно скорее всего сейчас проценты нам снизили за то что я превысил скорость опять я превышаю опять потеряем проценты ничего страшного пусть уже в городскую черту выезжаем чувствуется скорость нет лучше я скину до разрешенных 50 60 километров в час здесь уже можно заехать на тротуар тормоза тоже четкие хорошие информативные вот стоит только прикоснуться и все слышен этот приятный звук тормозов и автобус четко останавливается но что-то вообще тут трафик начинает ползти в районе 20 километров в час я наверно выйду на встречную полосу до машин все-таки в правом ряду очень очень много но нам поворачивать налево очень классно вписывается массы действительно выглядит он по-современному видимо что и сзади продублирована надпись вот название этой модели mass 206 068 трафик поехал машины поехали то здесь стою прям на перекрестке рассматриваю насколько красивый прекрасный автобус конечно хотелось бы увидеть в этом симуляторе и всю классику отечественных автобусов хотелось бы чтобы и появился ли аз 677 появились бы легендарные карусы но будем надеяться что флексеры разработчики нас порадуют нас побалуют поэтому недаром ребята говорю что подписывайтесь на их группу часто ребята и проводят опросы вопрос они тоже имеют свой вес все-таки голосуем выбираем автор уже прислушиваются присматриваются к нашему мнению но смотрю же пассажиры толпятся выхода скорее всего что впереди у нас будет сейчас конечная остановка светофор только немножко нас задерживает вот появился оранжевый сигнал уже зеленый загорелся и можем ехать ну вот ребята добираемся мы с вами до конечной остановки наверно здесь вот я остановлюсь чтобы эти пассажиры бы к нам бы не трогали торопились бы зайти а если повернулись издалека нас уже увидели идут на встречу к нам 91 процент пассажиров остались довольны наш перевозкой очень хороший показатель приятно что все остались довольны я тоже думаю что вы получили удовольствие от просмотра данного видео не забывайте проявлять свою активность пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами как всегда был я дилан гейм всем спасибо всем пока до скорых встреч